Субтитры сделал DimaTorzok 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 Из рецептуры и ингредиентов Необходимых для трех ресторанных блюд Доставка идет к вам домой Вы получаете готовый набор Все, что нужно, расфарсовано в пакетиках Достаточно очень удобно Смотрите Вот на рецептуру Вот перечислено, что необходимо использовать Для вот этого замечательного рецепта Все продукты помечены Вот таким вот лайбаком Грибы Стейк Салат Песто Заправка Цезаря Называется дрессинг Тимьян Перец Семечки лет подсолнечника Смотрите, уже посещенные И помидорки написано Органик Вначале все вот эти вот Ингредиенты необходимо помыть Подготовить Порезать И, соответственно, дальше приступим Что вначале нужно сделать Первый шаг Необходимо порезать перец Предварительно его помыв Необходимо порезать грибы Половинками порезать помидорчики И обжарить их И когда они обжариваются Заняться мясом Потом добавить мясо Немножко потушить Пока все это тушится Заняться салатиком Сбрызнуть его Оливковым маслицем Положить сверху Немножко потониться И потом сервировать То есть его получается Восемь шагов Достаточно все это быстро получается Сейчас все это приступим Я перепрыгну через шаги Не буду снимать Как я мою Вот эти самые овощи Ну, и так продукты все помыты Подготовлены к резке Сейчас займусь резкой В соответствии с инструкциями Ну, и, соответственно Дальше уже покажу следующий этап Когда готовим грибы Необходимо срезать Кончик, который обветрился И черный И, соответственно Если грибочек маленький То на две части Если грибочек большой То на четыре части его режем Несмотря на то, что шампиньоны Как бы грибы тепличные Необходимо их, конечно Тщательно промыть Вот в верхней части От земли Потому что Вкусовых ощущений Земля не добавит Большой вот такой грибочек Я думаю, нужно порезать На восемь частей Потому что иначе он не прожарится Я думаю, что это Солить уже, да? Не знаю Это написано, что Обжарим до тех пор Пока не стоит мягкий Томат Потом добавляем мясо Давай Мясо, да Мясо уже мягкое Смотрит, когда приправы Мясо уже Прошу подробно Немножко упустили момент Когда пришлось добавлять мясо Но, тем не менее Вспомнили, что необходимо Снять момент приготовления Листьев Когда готовили мясо Очень важно иметь в виду Это мы уже потом поняли Что было вступление от рецепта Когда у вас Находится смесь Овощная в полуготовности Необходимо ее Отодвинуть к краям А в середине Образовать Пустой пространство Залить будет Масло И выложить Аккуратно кусочек За кусочком стейк И каждый кусочек Переворачивать индивидуально И только после того Как уже они будут В половине готовности Добавить Необходимо будет песто Не все А чуть-чуть Не усердствуя И перемешать Уже до полной готовности Время приблизительно Суммарное Получается 5-10 минут Ну а сейчас мы тушим Вот эти листочки Необходимо потушенные Листочки Полить Вот этим вот Дрессингом Приправой Цезарь И посыпать Семечками Подсолнечником Ну и практически Сережевка готова Сейчас мы Положим сюда мясо Количество ингредиентов Рецептура Было так четко Рассчитано Что у вас получается Вот Из этого набора Номер один Как раз блюдо Для двоих То есть Ресторанное блюдо У вас дома И в принципе Мы потратили Не больше 20 минут Суммарно На его изготовление Контрольный жор Жена Вегетарианка Пробует мясо Я только удобно Приготовлю Здесь еще нет Рецептура Которые даже не знаю Все подобрано Грамотно Не присольно Не очень Нережно Острым Песто попробуй Ты вначале думаешь На острове Мясо Да Мясо Ты возьми Кусочек мяса И помажь песто У меня тут Новый продукт Песто Его нужно мясо намазать Какое-то природа Вообще продукт Почитай в интернете Погугли С чего это сделано Какое-то растение Я думаю Что присутствует Авокадо Присутствует Чеснок Что-то еще присутствует Сыр Сыр Наверное Да Хорошо На мой взгляд Очень удачно Получился Вот этот вот Тушеный лист Салата Я вот не знал Что можно так делать И вместе с Цезарем Вообще замечательный Хороший Цезарь Плюс семечками Еще Да Наверное На редкость удачная Заправка Это Цезарь Обычно магазинная Она гораздо хуже А эта В комплекте идет Немножко другая И С подсолнечником С этим Семечками Вообще прикольно Они вообще-то Все это Рецепторы Они сами придумывают Не Я думаю Что у них есть Какой-то шеф-повар Закомбинируют Да Они Набор Рассылают Они рассылку Делали специально В пятницу То есть Ты получаешь В пятницу вечером У тебя получается Три блюда На пятницу Суббот Воскресенье Чтобы дома Ты мог себе Побаловать Чем-то Прикольным И каждую неделю Меняется ассортимент Если посчитать Сколько это получается По доставке Я думаю Не так дорого Если сравнить Ресторан Вот И Люди же Любят дома готовить Но проблема в том Чтобы заморочиться Все эти ингредиенты Купить Проблема тоже Здесь четко Все рассчитано Половинка перчика Было Строго Вот я взвесил Ровно половинка перчика Грубо говоря Грибов Ровно столько Сколько надо На Два Блюда Не больше Не меньше Мясо Ровно столько Сколько надо То есть Не остается Остатков Которые потом Лежат в холодильнике И гниют И я думаю Что Как раз Отдых Выходного дня Который позволяет Людям После рабочей недели Так Немножко заняться Кулинарным Изысками Дома Это достаточно Прикольная идея То есть Ты заказываешь Садишься на абонент И каждую На абонентское Обслуживание Каждую неделю У тебя приходит Новый рецепт Что стоит? Посмотрю по каталогу И озвучу цену Сейчас в ролике Посмотрю предложение Которые они сейчас делают Они будут присылать Треблюда Или это просто Промакция? Ну Бесплатно Присылали сейчас Треблюда Я сейчас посмотрю Что получится По расходам И я думаю Что может Действительно Три Ну я же говорю Что присылал Три блюда Это очень выгодно Получается Что на выходные Ты получаешь Вот такой парадный набор И каждый раз Что-то новенькое Можно чуть-чуть Удивить своих друзей Прикосить себя Да Можно, кстати Доказать набор Не на двух людей А на четырех Или на шести То есть Если вы ждете Дома прием какой-то И устраиваете Какой-то гостевой прием Можно заказать Из расчета Количества ваших гостей И удивить людей Так что Старый серфер Положит Да 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 То есть Грубо говоря Люди придут Удивить их Ресторанной готовкой Ну такое блюдо Кажется Был бы неплохо Еще бутылочку вина Открыть Но я думаю Жалко У нас Нормально Спил И так хорошо Я Воспользовался Любимым Дос Экосом Мексиканское пиво Мне очень нравится Вот зелененькое Диноль Ну что на сказать У нас еще два блюда Осталось Завтра Приготовим Продолжим Хорошего дня Ребята И любить друг друга Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok